Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан в студии Балахмедова. Здравствуйте! И вот о чем сегодня расскажу вам я и мои коллеги. Переписал Коран в рекордные сроки. Мофти Дагестана шейх Ахмат Афанди встретился с мастером каллиграфии из Харабудахкенского района. Об этом смотрите через минуту. Картины на миллионы. О симпозиуме художников Кавказа, который прошел в Турции, расскажем в выпуске. Профилактические беседы. В учреждениях регионального Минспорта проходят встречи богословов и известных спортсменов с молодежью. Вице-премьер России Александр Новак прилетел сегодня с рабочим визитом в Дагестан. В аэропорту правительственную делегацию встретил руководителя региона Сергей Меликов. Гость посетил ряд важных промышленных предприятий и образовательных учреждений. Ознакомился с местными инвестиционными проектами. Кроме того, под руководством федерального чиновника прошла стратегическая сессия по развитию туристических территорий и совещание по стабилизации ситуации в электросетевом комплексе республики. Муфти Дагестана встретился с каллиграфом из Карабудахкенского района. Сулеймана Шерлай в исцелении Параул переписал Коран в рекордно короткие сроки. Ранее представители духовенства посетили его с подарками, а сегодня шейх Ахмад Афанди лично принял его в Муфтияте республики. Также на встрече присутствовал министр по национальной политике и делам религии Энрик Муслимов и члены Оргкомитета предстоящего мероприятия, посвященного презентации рукописного Корана. В прошлом году приходилось мне почти пять месяцев посидеть. Это здесь в Дагестане сделали? Я у себя дома. Да, дома. Да, Параули в Дагестане. Бумага у нас плотная такая хорошая, германская бумага. Приходилось долго искать, и вы помогли мне. Мне очень хотелось вас навестить и сказать, что меня взаботились в Аркала. Дагестанцы, они нянут все направления, способные люди. У них потенциал очень огромный. Если оценить и посмотреть, подходить со стороны спорта на весь мир, Россию, они, можно сказать, прославили. В 1993 году, по-моему, по приглашению Мухаммад Нур был в Сирии, один дагестанец. Он организовал нашу поездку, и как бы повышение имаму, и там трехмесячные были курсы одной из мечетей в Дамаске. Ну, имам же не знает, что в этот пятничный день, что дагестанцы в этой мечети именно будут. Он просто хутлу посвятил дагестанским богословам. Это в 1993 году. Про одного человека не говорил он. Про алиму, богослову Дагестана. И если взять с научной стороны, наша интеллигенция научная тоже кому-то, я думаю, не уступают. Спортсменов, я сказал, богословы на сегодняшний день, я не хочу, конечно, сказать, что они наравне с алимами арабских стран, но и не хочу сказать, что они где-то уступают, или же где-то они хуже, тоже не могу сказать. Что касается любви к родине, патриотический дух тоже в Дагестане есть, и разных национальностей. Ну, что нас украшает, нам силу придает. Что мы дагестанцы? Мы братья, мы одна семья. Даже если там какие-то, есть непонятные вопросы. В целом, несколько ситуаций было, когда мы не спрашивали, ты какой нации, ты какой веры, и мы дагестанцы. И, иншаллах, я думаю, в ближайшем будущем, вот это то, что между нами, вот это братство, единство, взаимное уважение, по всей России будут знать. Дагестанцы дружелюбный народ, дагестанцы друг друга уважают, дагестанцы с хорошими нравами людьми, дагестанцы сильные люди, духом, дагестанцы сильно религиозные люди, дагестанцы, они ученые. В общем, со всех сторон у нас потенциал есть, иншаллах, дальше будем двигаться. А то, что некоторые бывают штрихи, это я считаю, чтобы нас не сглазили. А так, в целом, нормально, ахамду лилляху. Я за вас очень рад, я горжусь. И это, конечно, красота для всего Дагестана. Далее короткий обзор заметных региональных и мировых новостей в рубрике «Дайджест», а затем продолжим. В Дагестане вынесли приговор женщине, которая заказала убийство мужа и мужчинам, которые выполнили ее заказ. Об этом сообщает Пресслужба Верховного Суда Республики. Жительница Кизляра за деньги наняла ранее судимого знакомого, чтобы тот убил ее супруга. В октябре 2021 года он при помощи товарища задушил мужчину веревкой в его же доме. Верховный суд приговорил всех троих к лишению свободы на сроки от 10 до 12 лет. Что побудило женщину к такому отчаянному шагу, не уточняется. Судебный пристав в Дагестане произвел выстрелы в воздух при попытке выселить людей из частного дома. Инцидент произошел по улице Энгельса в Махачкале. Решение о выселении принял Советский районный суд города, но жильцы дома были с ним не согласны. Когда к ним пришел суд пристав, владеец жилого помещения и его родственники начали оказывать активное сопротивление. В этот момент сотруднику службы и пришлось пойти на крайний шаг. В итоге участников инцидента задержали и доставили в отдел полиции. Большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина в этом году совместят с прямой линией. В качестве основной даты рассматривается 14 декабря. Об этом сообщают федеральные СМИ. Объединенное мероприятие состоится в преддверии выборов главы государства, которые запланированы на 17 марта 2024 года. Турция, Египет и Израиль создали координационную группу по вызову раненых из сектора Газа, сообщают российские СМИ. Также стала возможной перевозка онкобольных пациентов из больницы в Газе в госпитале Египта. Для помощи египетским врачам будут отправлены также их турецкие коллеги. Далее пациентов будут направлять на лечение в Турцию. Проект «Симпозиум художников Кавказа» проходит в этом году в турецком городе Ялове, в Абратиме, Махачкалы. Организован он Дагестанским музеем танца «Лезгинка» и посвящен празднованию столетия народного поэта Расула Гамзатова и столетию образования Турецкой Республики. К участию приглашены профессиональные и начинающие художники из разных регионов России, в том числе и Дагестана. Некоторые работы, написанные в рамках проекта, уже оцениваются в миллионы рублей. Все подробности у Патимат Ханаповой. Горянка на красной дорожке. Работа, которая покорила каждого за неделю искусства, уже готовы заплатить не один миллион. Автор картины – Шахнабад Али Магомедова. Потомственная ковровщица, которая преуспела и в живописи. Два ее любимых дела сплелись в одно и получился шедевр, говорят эксперты. Если бы не симпозиум, признается сама Шахнабад, может, мир и не увидел бы эту работу. Идея питала давно, но вот до реализации руки не доходили. Вы знаете, эту идею, сколько я вынашивала? Это долго, потому что я язык не находила, как все это изобразить. Есть вероятность, если бы не симпозиум, что картина могла и не быть? Да, конечно, есть. Есть еще как есть. Потому что, вы знаете, там такая атмосфера, такая энергетика, такие люди вокруг. И поэтому, мне кажется, благодаря всему, всем обстоятельствам, которые тогда случились, она была создана. Этнические орнаменты, яркие краски – все это удивительным образом передает дагестанский колорит и судьбу женщины-заула. В изображенный здесь силуэт воплощение той выносливой и уютной корянки, на которой держится все благополучие семьи и народа. Вот первое, когда я увидела картину, мне почему-то эта женщина со спины напомнила свою маму. Ну, она действительно и мне напоминает мою маму. У меня сейчас представлена работа, мамин портрет в Ясин-Токе, ну, академический портрет. Я иногда говорю, мам, ты чем там? Здесь она больше похожа на мою маму. Это вот она, которая идет по своей красной дорожке. В противовес яркому и теплому, холодной и мрачной. Если Шахнабад в своей картине отдал дань образу скромной и трудолюбивой горянки, то художница Наталья Савельева вдохновилась турецкими женщинами. На чьи плечи легло не менее тяжелое бремя после крупного землетрясения. Их скорбь в каждой детали, в жестах, в тонах и даже в погоде. Ну, естественно, холодная гамма, потому что это плач, потому что туман, он тоже как такая сущность, которая и закрывает, и обволакивает. Белая одежда – это цвет смерти, цвет савана. В общем-то, это сейчас и в нынешние времена белый – это цвет невесты, а всегда белый – это цвет траура. Дагестанско-турецкие мотивы в работах встречаются не просто так. Симпозиум художников Кавказа посвящен столетию народного поэта Расула Гамзатова и столетию образования Турецкой Республики. Даты символические. Организаторами было принято решение собрать в городе по братьями Махачкале, Ялове, 100 художников из разных легионов России. Прибывают мастера группами. В течение семи дней каждому участнику предстоит создать две живописные работы. Этот вопрос о вдохновении всегда так возникает и все его любят спрашивать. На самом деле, вы знаете, для профессионала, профессионал никогда не ждет вдохновения. Он становится за мольберт и за станок свой и работает, потому что он умеет эту работу делать. Картины, которые написал Габи Була в рамках симпозиума – это два фрагмента с его живописного полотна незавершенной объемной работы. По словам художника, многие предполагают, что на холсте изображена битва за Ахульго, но по задумке это все же собирательный образ самоотверженных корцев. Это работа о героическом стоянии, о тех эпизодах истории, где люди, мужчины, в общем-то, делали, скажем, такой выбор в пользу даже иногда умереть, сложить свою жизнь за что-то. Как бы это и религия, это и свои дома, это и семьи. Более 30 художников уже прошли свои творческие испытания в рамках симпозиума. Среди них не только мастодонты, кисти и краски, но и начинающие мастера. Такой опыт, говорят участники, полезен для каждого, но по-своему. Вообще, это первый такой опыт у меня, поэтому довольно-таки интересно. Где-то в каких-то моментах, ну не то чтобы страшно, но ты сталкиваешься в первый раз с этим, ты вот думаешь, как это все получится, но пока что все нравится. Симпозиум открывает большие перспективы перед молодыми художниками, ведь они наравне с именитыми могут абсолютно бесплатно побывать в Турции и поработать с идеями, которые, возможно, вынашивались не один год, но не было времени и площадки для их реализации. Какие-то я ехала сюда с мыслями какими-то очень бесформенными, но сейчас они потихонечку-потихонечку обретают какие-то силуэты. Вопрос сложностей, сроков и вообще того факта, что мы все взаимодействуем здесь как художники, это вообще другой контекст, естественно, и другая страна, это другой контекст. Конечно, это сложнее, интереснее и вообще совершенно другой опыт. Все работы, произведенные в рамках симпозиума, остаются в фонде Музея танца Лизгинка, учредителем которого является заслуженный строитель Дагестана Амар Амаров. Он же инициатор симпозиума. Амар встречается с каждой группой, участвует во всех организационных моментах, вникает в деталях художественного процесса, вплоть до необходимого в работе инструментария. Это не первый культурный проект предпринимателя, впрочем, и в живописи Амар Амаров разбирается не хуже любого критика. В его частной коллекции более 400 картин. Культура – это база всего, база экономики, база жизни. Художники – наиболее незащищенная часть культурной жизни. Поэтому и приходится им помочь в той мере, в которой я могу вывести их, показать им другой мир и другому миру показать их, чтобы они могли себе поставить, может быть, более высокие планки. В рамках рабочей программы участники посещают селение Гюникё вместо компактного проживания выходцев из Дагестана на территории Турции. Поселок Термай, где расположены древние византийские термии, а также музеи, галереи и достопримечательности города Ялова. По итогам мероприятия будет создана масштабная передвижная выставка, в которую войдут 100 лучших произведений. Картины будут представлены в Турции, в Москве, в Дагестане, затем уже показаны в формате головыставки зрителям Китая, США, Канады и стран Европы. Подобных проектов, объединяющих единым замыслом разных художников, с выходом за пределы республики и страны, ранее еще не было. Мы всегда рады в рамках своих возможностей поддерживать такие инициативы здесь на местах. Люди, которые имеют представление об искусстве и культуре, очень горды тем, что такое масштабное мероприятие проходит в Ялове. Даже чиновники восторгаются. Все-таки это большой вклад в сближение и взаимообогащение культур разных народов. Симпозиум все еще продолжается. В течение полугода участие в проекте примут еще около 70 живописцев и графиков. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарсов. Новости ННТ. Турция. Ялова. И к новостям спорта. В преддверии Дня инвалидов по зрению в Дербенте состоялся турнир по шахматам и шашкам для слабовидящих. На базе специальной коррекционной школы-интернат номер 7 собрались команды из разных городов и районов республики. По итогам турнира победителям соревнований вручили кубки и медали. Турнир среди женщин и мужчин. Участники играют в обычные шашки и шахматы с применением адаптивных технологий. И это хорошо, что действительно для этой категории людей этот вид спорта развивает воображение и мышление, что очень важно. И я думаю, что никогда не поздно заниматься шахматами, потому что это помогает и воображению, и позволяет его совершенствовать. В учреждениях Минспорта проходят профилактические беседы с молодежью в связи с событиями, произошедшими в аэропорту. Одна из таких встреч прошла в спортшколе имени Абдул-Рашида Садулаева. Пообщаться с воспитанниками, тренерами и руководством пришли замминистр спорта республики, олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков и Богослов, председатель Совета имамов Кайкинского района Идриса Садулаев. Гости призвали молодежь не участвовать и не поддерживать несанкционированные акции, которые организуются провокаторами, поскольку их целью является сеяние смуты в нашем обществе. И на этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также и в социальных сетях. Хороших вам новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok